Кирилл и Лаврова любили, наверное, все зрители Советского Союза. Он был превосходным советским актёром, порядочным и уважаемым человеком. Он не играл свои роли, он ими жил, и поэтому многие картины с его участием до сих пор пользуются популярностью у зрителей. Кирилл Юрьевич обладал особенным актёрским талантом. Казалось, будто его экранные образы – это не вымысел сценаристов, а правдивая история существующего человека. Он появился на свет в городе Ленинград в 1925 году. Он неспроста решил связать свою жизнь с актёрским искусством, любовь к сцене у него появилась благодаря творческим родителям. Его отец был именитым театральным актёром, а мама – литературным чтецом. Когда Кириллу было 13 лет, родители решили переехать в Киев из-за преследования ленинградской интеллигенции. Парень не хотел покидать родной город, поэтому остался жить с бабушкой. В этот же период он связался с плохой компанией. Так называемые старшие заставляли Кирилла воровать у продавцов и прохожих и драться с ребятами из других дворов. Бабушка пожаловалась на бестолкового внука его родителям, написав письмо, и вскоре Кирилл получил ответное письмо от отца «Учись и будь гордостью, а не позором для меня и мамы». Актёр рассказывал, что отец для него был главным авторитетом, он всегда прислушивался к словам и советам родителя. Но учиться, как того хотел отец, Кирилл не смог, начались тяжёлые годы войны. В 1941 году мальчика вместе с бабушкой эвакуировали в Новосибирск. Там он работал на заводе по производству боеприпасов, а спустя два года его забрали в армию. Восемь лет Кирилл Юрьевич служил в бомбардировочном авиационном полку. Он часто играл в спектаклях и был уверен, что после демобилизации поступит в театральный вуз. Однако все учебные заведения отказали парню в поступлении. Это случилось из-за того, что он окончил только восемь классов школы. Тогда ему пришлось просить помощи у друга отца, который посоветовал и вовсе не учиться, а попробовать сразу устроиться на работу в театр. Он поехал в Киев и запросто устроился в театр имени Леси Украинки. Актёра взяли на испытательный срок только благодаря тому, что в основном составе труппы играл его отец. Кирилл Юрьевич быстро заполучил любовь театралов, но он хотел играть не только на сцене, но и в кино. Впервые он снялся в картине «Васёк Трубачёв», а через несколько дней в фильме «Максим Перепелица», правда роли у актёра были практически незаметными. Популярным он стал только в середине 60-х годов, после выхода на экраны легендарной кинокартины «Живые и мёртвые». Когда актёр только начал выступать в театре, к нему в дуэт обычно ставили актрису Валентину Николаеву. Их связывала не только работа, но и крепкая дружба, которая с годами переросла в счастливый брак. Актёр буквально сдувал пылинки со своей единственной жены, а ссоры в семье были большой редкостью. У них было двое детей, сын Сергей и дочь Маша. К сожалению, семейная идиллия закончилась спустя 40 лет совместной жизни артистов. Жены Кирилла Лаврова не стало, и из-за этого актёр с каждым днём всё хуже и хуже себя чувствовал. В театре Кирилла Юрьевича поддерживала костюмер Анастасия Лазовская. Она видела, как актёр страдает после потери супруги, и хотела как-то ему помочь. Они проводили много времени вместе и в итоге полюбили друг друга, несмотря на то, что Лазовская была на 50 лет младше. Почти все поклонники и коллеги считали, что женщина лишь пользуется актёром, пытаясь получить его имущество. Но судя по всему, она действительно любила актёра, по крайней мере, в этом уверена его дочь Мария. В любом случае рядом с Анастасией, три последних года Кирилла Юрьевича прошли счастливо. Состояние здоровья актёра резко ухудшилось в 2006 году, тогда у него диагностировали лейкемию. Стоит упомянуть, что ему сделали операцию по пересадке костного мозга, а дочь актёра вызвалась стать донором. Кирилл Юрьевич поправился и даже выступал в таклях, но через год болезнь снова заявила о себе, и актёр ушёл из жизни.